Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Айка и сегодня мы будем кушать наггетсы из Макдональдса. Я их просто обожаю. Сравните их, например, с трипсами, с любыми другими наггетсами, с любого другого заведения. Это просто one love, моя любовь. Еще заказала три соуса. 100 островов, барбекю и кисло-сладкий сок у нас здесь. Кто кушает, вам тоже приятного аппетита. Давайте сразу один отделим. Это для моего сыночка, для Твиксика. Дурачка. Он обожает наггетсы. Это просто его любовь. Весть маму. Горячий. Так быстро мне доставили. Прям горячий. Обычно я всегда кушаю, когда уже наггетсы холодные. Ну, в этот раз повезло. Прям горячий. Ой, как повезло. Вообще, утром, когда что-то заказываешь в Макдональдсе, очень быстро доставляют. А так, если захочешь пойти посидеть, это просто ужас какой-то. Это такие очереди вечные. Почему все идут покушать именно в мой любимый Макдональдс? Я не понимаю. Возможно, я слишком много обзоров снимаю. У нас в любой Макдональдс зайди, до хрена народу. Ты за своим подносом Либо стоя должен кушать, потому что все столики заняты. Либо ждать, пока остынет у тебя все. И только по утрам можно найти свободное место. Рядом с Макдональдсом стоят 2-3 других фастфуда каких-то местных. Туда никто не заходит. Все в Мак. Я с универских времен обожаю Нагдетсы просто. Понятное дело, что еда вредная. Но что сейчас полезное? Майонез полезный. Кетчуп полезный. Можно подумать, эти шоколадки, которые мы кушаем, они полезные. Вышла я забирать заказ. И мой котик сумасшедший достал меня уже. Как только ты выходишь, он выбегает в подъезд. А я сегодня не заметила. Потом стою около лифта. Понимаю, что Твикс тоже вместе со мной ждет лифт. Который раз уже, как только входная дверь открывается, он со скоростью света бежит в подъезд. Может, кто-то среди вас напишет какой-то совет, как сделать так, чтобы он не выбегал. Когда он потерялся... Я вам даже на видео показывал, как он боялся входной двери. Но прошло немного времени. Теперь опять ему интересно в подъезд. И чем больше ты его заносишь домой, тем больше ему интересно, что в подъезде. Я так смотрю, такими темпами я его потеряю. А шейник, который есть, многие даже в комментариях мне писали. Кто додумается открутить там номер телефона? Это еще Твикса надо поймать. А он такой шуганный. Хорошо только то, что в моем здании очень много живет моих подписчиков. И, возможно, если они его увидят, они узнают, что это мой котик. Вообще, домашнее животное – это большая ответственность. Надо быть внимательным, закрывать дверь. На окнах у нас сетки. Чтобы не выпало ничего. У нас этаж высокий, не дай бог. Поэтому иногда я думаю взять еще одну кошечку. Но я покупать домашнее животное не собираюсь. То есть, если у меня будет кошка, это обязательно с улицы какая-то. Не потому, что мне жалко денег. А просто потому, что на улице очень много бедных, несчастных котиков. Которым нечего покушать. Зачем платить? Все равно породистый котик не останется без хозяев. В крайнем случае, разводчики бесплатно отдадут кому-то. Поэтому, я думаю, так целесообразно. Я вообще такой человек, когда у меня в жизни что-то хорошее происходит. Я обязательно должна все рассказывать вам. И вот сейчас у нас есть кое-какие планы на лето. Вот, очень такие хорошие планы. Но мы дома решили, что мы пока что никому рассказывать не будем. Когда все будет, тогда и расскажем. Потому, что вдруг не получится. Я такой человек. Первое, что я сделала, когда пошла оформлять квартиру, это написала в инстаграме. Я исполняю свою мечту. Я не могу с вами не делиться. Газета в августе я вам расскажу. Получилось это или не получилось. Почему не получилось. В общем, все подробности расскажу в августе. Для меня это хорошая новость. Для вас не знаю. Однажды я назвала видео «Плохие новости». Я там рассказывала про то, что не помню про какие-то свои проблемы. Не помню про что я рассказывала точно. В общем, в комментариях очень много было комментов на тему того, что это плохие новости для тебя, но не для нас. Мне пофиг на твои проблемы. Вот поэтому и в этом случае это хорошие новости для меня. Не знаю, будете ли вы рады этому или нет. Я, конечно, надеюсь, что да. Мы же с вами как семья. Трубочка, она меня раздражает. Поэтому у нас есть купленный наборчик вот таких трубочек. Она просто гигантская. Но зато очень удобно. Кайф! Жизнь прекрасна. Слава Аллаху! Жизнь двигается. Тихо-тихо. Маленькими шажками. Дай бог нам всем здоровья. Все остальное потихоньку будет. Самое главное здоровье. Если нет здоровья, деньги, возможности, ничего не поможет. Наггетсы очень вкусням. Было 20 штук. Такой самый большой набор. Но для меня даже это мало. То есть я даже не наелась. Я еще хотела купить там молочный коктейль. Но почему-то я его не смогла пробить через приложение. Я настолько привыкла заказывать еду домой, что мне даже не хочется идти в какие-то заведения. В тот день шашлык заказали из ресторана. У меня мама говорит, могли бы там пойти посидеть. Я говорю, да нафиг. Поедим дома. После пандемии это просто вошло в нашу жизнь. Кстати, с 1 мая снимают все ограничения. То есть можно ходить везде без масок. Наконец-то. Но уже, мне кажется, в последнее время уже никого не штрафовали из-за масок. Я вот вчера зашла в магазин без маски. В ресторанах, где проверяли вакцинацию, уже перестали это делать. Я, например, третью вакцину не делала. Мне кажется, все равно заболеваемость с коронавирусом она есть. Просто люди перестали обращаться за помощью. Люди просто начали переносить это заболевание просто как грипп. Если так задуматься, сколько людей в год умирает от гриппа, например. В год. Осталось 2 наггетса. Я предлагаю еще один оставить Твиксу. Давайте этот. Это симпатичнее. Потому что мой котик очень любит наггетсы. Сына, да, что сделать? Я взяла 5 своих помад, вынула их и расплавила, сделала вот такую помаду. Во влоге вам покажу. Такой красивый цвет получился. А все эти 5 помад были таких цветов, невозможно было красить. Сок тоже закончился. На этом, к сожалению, все. Было очень вкусно. Я не могу сказать, что я наелась на самом деле. Надо было побольше заказать. А может быть сегодня я забабаху еще один мукбанк для вас. На этом все. С вами была Айка. Пока.